Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы хотели бы осветить тему успеха. Также такую тему, как страх успеха. Почему мы боимся того, чтобы к нам пришел успех? И почему мы, бывает, сами от него отворачиваемся? А вот реально, почему мы боимся своего успеха? Ну, судя по тому, как мы записываем сегодняшнее наше видео про успех, видать, да. Причем, бывает страх такой ярко выраженный, а бывает истеричный. У меня, походу, это страх истеричный. То есть, наступает просто истерика, и мы не можем даже продолжать нашу беседу. Может, для тебя самозапись уже в чем-то успеха? Например, даже успеха в том, чтобы перебороть какой-то страх публичности, публичных поступлений. Ну, я так думаю, я уже немножко с этой темой справился. То есть, уже записывали мы не один раз наше видео, и как бы определенная публичность уже есть. Но, наверное, еще страх не полностью ушел. Поэтому вот такие казусы наше подсознание, точнее, мое подсознание, выдают. У каждого из нас у нас оно свое. Ну да. А если вот глобально взять по теме успеха, компонент может в себя вместить очень многие, скажем, направления. Такие направления, как финансы, узнаваемость, популярность, публичность. Почему ведь этого боятся? Бывает. Не всегда же так бывает. Ну, они нарабатывают где-то какую-то уверенность театру уже. А где она еще не наработана, там еще боятся. Ну, как всегда, мы ничего-то боимся того, о чем мы что-то не до конца знаем, чего не понимаем. То есть, на самом деле, мы потомки уже видим, что это не страшно, когда оно уже пройдено. Прожитое уже реализовалось. Да. Когда-то вот дети сначала боятся идти в садик, оставить маму за дверью, да. Потом боятся ходить в школу, получать мухие оценки. Или чтобы их ругали учителя. Потом страшно бывает учиться в университете, поступать куда-то, уезжать в двух годах. Страшно завести семью, чтобы не сделать каких-то ошибок, не разочароваться. Страшно завести детей. Постоянно чего-то страшного, а потом ты смотришь и думаешь, а как бы я без этого жил. Потому что каждый этот шаг, это тоже весь какой-то жесткий. И когда этот шаг сделаем достаточно своевременно, когда жизнь сама тебя подводит, или, скажем, по возрасту, так, как в школу, или уже просто по твоему мировоззрению и пониманию каких-то вещей, когда к тебе приходят какие-то определенные возможности, то у тебя есть, есть эта возможность, есть какой-то ресурс для этого, есть какое-то понимание. А ты вот стоишь и боишься сделать первый шаг, потому что в садик тебя отводила мама, допустим, да, или там в школу так же, в университет, как бы вот, ну, тоже где-то мотивировали в чём-то, может, родители, о чём-то желании какой-то самостоятельной жизни, какого-то начала понимания, как это сделать. Или точно так же там какая-то первая работа, тоже вот. Страшно, но вот надо пойти, вот собраться, вот как-то, взять себя за шиворот и отвезти, потому что надо, потому что я вот хочу, и моё желание сегодня сильнее, чем мой страх. И тогда в любом случае это уже успех, даже если потом этот воз или эта работа не будут выбраны как окончательный этап в этом направлении, но это всё равно уже успех, потому что главное — перешагнуть через этот страх. Причём перешагнуть самостоятельно, чтобы не кто-то это сделал, не кто-то тебя за руку перевёл, потому что у тебя не будет где-то какого-то понимания или опыта, вот как это сделать самому. Не будет в дальнейшем уверенности в себе от того, что ты это делаешь. Конечно, да, потому что будешь дальше искать людей, на которых можно как бы опереться на их решения. А вот если выбирают, куда мне учиться идти, или куда работать идти, или чем заниматься, или в какую страну ехать, то вот а как мне сделать так, чтобы не ошибиться? Если я буду ошибаться, вдруг там что-то со мной произойдёт, я что-то потеряю, что-то случится. И становится страшно, причём даже в каких-то самых мелких моментах начинаешь буквально видеть угрозы для своей жизни, что это же жизненно важное, это же очень страшно. Хотя иногда это такие белочки, как оказывается, что даже когда проходит этот момент паники, ты думаешь, чего так страшно? Ну да, ну как-то ещё непонятно, ещё сложно. Не страшно же? Мне страшно, когда уже это проживаешь. Понял? Даже наоборот, когда это проживаешь, и смотришь как бы назад, в ретроспективу, то понимаешь, что там вообще ничего страшного не было. На самом деле, все наши достижения, весь наш багаж, что он купит наш, наши багажства, даже я бы сказала. Все наши багажства, это в первую очередь, вот этот наш опыт, вот этот наш успех, к которому мы пришли со временем. Как пел Вахтан Кикабидзе, мои гадал моё богатство. Нет, не факт, не факт. Иногда годы приходят самые. Опыта бывает в них так и нет. Это точно, как мы тогда не разговаривали, по поводу того, что взрослые люди, где-то они со своими достаточно пожилыми родителями живут, и это у них единственные друзья в чём-то, и помощники. Скажем так, они заменяют собой почти целый мир. И это очень сложно такому человеку, потому что он как раз вот этого успеха в своей жизни, в самостоятельности, очень мало невозможно. Потому что везде у него был тот, кто помогал ему принимать решения. Если он просто помогает советам, то это хорошо. Но если он просто берёт и переводит за руку из этапа в этап, то это плохо, потому что когда этого человека не станет, то без него будет очень жутко. Не просто сложно, а именно жутко. Именно жутко, да. Потому что именно в нём заключается вся стабильность мира. То есть это получается такая детская позиция, когда человек не то, что не хочет. Ему просто страшно взрослеть, страшно принимать решения, страшно делать первый шаг, страшно брать на себя ответственность какую-то в жизни. Ну вот это и есть ключевые слова, потому что на самом деле здесь вопрос только в том, что человек, когда взрослеет, когда становится взрослым, в первую очередь это замена в том, что он умеет сам отвечать за свой выбор, за свои решения, за то, как он это делает потом. То есть его хочу, могу и делаю, они как бы ложатся друг за другом и они подкрепляются каждое свое время. Нету какого-то зависания и убегания или ожидания, что кто-то другой за меня будет принимать решение. А если это происходит, то в принципе и успеха как такового тоже не ощущается, потому что это как бы и не твой результат. Не совсем твой. Вроде, возможно, тебе несут цветы, подарки, там тебе аплодируют, но ты понимаешь, что без этого человека, за спиной которого сейчас никто на сцене не видит, тебя нет. и если он тебе завтра не скажет, что ты молодец, то, что ты хочешь сегодня сделать, давай иди и делай, давай ты мне расскажешь, я тебе скажу, как лучше сделать, как правильно сделать, когда, как и что. И когда ты на нем полностью на этом полагаешься, то как только за спиной его нет, у тебя тоже нет. То есть ты еще какое-то время по инерции движешься и все. Ты постепенно все запыхает. Потому что на самом деле твои идеи приходят, возможно, даже осмысливаются тобой, возможно, даже проговорить ты их можешь, но на самом деле принимают их и запускают реализацию в любой человек. То есть он, так сказать, как в твое сердце, твоя душа. Вот эта вот душа моя, она неспроста. В этом варианте получается человеку, кажется, только лишь исполнителем идеи, желания. Нет, он не является исполнителем. Нет, он может не являться. Он может, конечно, вообще делать все, а может просто говорить, что давай вот это сделаешь. Вот давай вот там туда сейчас позвонишь, сюда сейчас ходишь. Вот это вот здесь направо, здесь налево, здесь шаг вперед, здесь шаг назад. Я имею в виду, если это какая-то публичная деятельность у одного человека, у него публичного, у другого. Ну, например, если какой-то, как сказать, яркий пример, там, братья Ниланзи, когда один является известным исполнителем, а другой продюсером. То есть продюсером его не видно на сцене. Но тем не менее, теперь уже стало видно, а раньше о нем мало кто знал. Знали только те люди, которые с ним на прямую сотрудничают. Но дело это не в том, как люди сотрудничают, потому что это нормально, в разных процессах люди реализуют себя по-разному. И действительно, кто-то хороший режиссер, кто-то хороший актер, кто-то хороший продюсер. И не надо менять местами для того, чтобы они себя реализовали. Но главное, чтобы каждый из них понимал свою ответственность за свои действия, чтобы он сам, скажем так, создавал свою жизнь, создавал самостоятельно то, что ему хочется, чтобы он самостоятельно воплощал свои идеи. Да, помощь, поддержка, опора какая-то в каких-то ситуациях. Это замечательно. Это очень хорошо. И именно для этого в идеальном варианте, когда мы, скажем так, можем с какой-то безусловной уже любовью относиться к людям, то очень много людей обычно у нас вот это вот создаёт нам это состояние потока, тоже, да, в котором мы живём. Потому что мы чувствуем их, они чувствуют нас. И все вот эти люди и события перетягиваются вовремя именно тогда, когда у нас есть какая-то идея, либо мы появляемся в нужное время в нужном месте для того, чтобы помочь кому-то реализовать свою идею, занимая там свою роль. Но это именно только тогда, когда каждый понимает свою, когда каждый делает то, как он это чувствует. даже если действительно взять вариант шоу-бизнеса, взять вариант театральных постановок, ну, больше даже кино, я бы сказала, то если люди, которые снимали фильмы, допускали у каких-то, ну, возможно, более знаменитых актёров, а возможно, как бы, просто актёр был более на флористом каком-то своём желании самовыражаться, то были очень интересные фильмы, очень яркие, такие впечатляющие, именно там, где актёр выдавал какие-то свои фразы, давал какую-то свою мимику, жестикуляцию, какие-то фрагменты, то есть он какие-то действия, он давал, как говорится, от себя тянул, но именно она вот это создавала общую вот атмосферу вокруг него. То есть вносил свою изюминку, большой тортик. Потому что если бы он был, как ему там сказали, там от сих-то сих дойти, ну, вполне возможно, да, что актёрская игра у него была бы великолепна, незабываема и как бы, да, он достоин похвалы, награды и так далее. Но когда вот он именно ещё давал что-то сверху своё, если была возможность, это всегда давало ещё больше наполнений. и это только в кино. А если это происходит в жизни, если тебя направляет другой человек, он за тебя решает, куда тебе идти, не идти, как поступать, не поступать, что тебе должно нравиться, что не нравится и так далее, когда у тебя нету своих мыслей, или вернее, ты их начинаешь подстраивать под этого человека, потому что он-то знает, как не ошибиться, он-то знает, как делать правильно. И более того, даже если ты будешь ошибаться, то ты же скажешь, это же ты мне сказал, я же всё сделала так, как сказал ты, я за это не отвечаю. Это не моя ошибка. Словно-таки вопрос ответственности. Да, это вопрос ответственности. И получается, чем больше, если так взять, тоже вариант публичности, возможно, или просто, скажем так, уже какой-то широкий такой спектр действия в любом варианте, то у тебя ответственность возрастает по мере того, как возрастает то, что ты делаешь, насколько вот оно широко распространяется. То есть в зависимости от масштаба деятельности вот это стоит ответственность. Ну да, насколько вот широко реализовывается тот продукт, который ты даёшь, настолько и получается и возрастает твоя ответственность. Но всё-таки всё зависит, Точнее, ответственность в том, что ты даешь и что ты делаешь. А уже не то, как это воспринимают и что с этим делаем люди. Это уже их процесс. Это понятно. Но, например, если ты владелец завода, то, конечно, ты будешь спрашивать с директора, почему там, допустим, есть препятствия по какому-то графе. Но во всех газетах и во всех статьях в интернете и в видео и прочем все равно будет звучать твоя помощь. Да. Хотя ты там не делаешь ничего. Но отвечаешь на меня? Вот это вот именно степень ответственности. А можно стоять делать какую-то детальку и как бы... Ну, сделал все. Забрали это самое. Забрали у тебя какую-то премию или там зарплату дали только половину. Ну, ладно. Где-то как заработал еще. Да, дома там, не знаю, там жена или там, муж возмутились, что как это можно было. Ну, как бы и все. И, соответственно, в ответственности и, соответственно, и страх вокруг него. То есть получается, человек успешно отличается от неуспешного только лишь в том, что он перешагнул свой страх и пошел, ну, скажем так, за пределы своего страха. То есть неизвестный. Какой-то актер, да, перед выходом, ну, или тот же, например, певец, ну, артист любой, да, перед выходом на сцену очень нервничает. Но очень многие, когда именно выходят на сцену, они уже вышли. Вот эта нервозность, вот эти какие-то страхи, вот это волнение, оно просто уходит. Или не уходит. Или не уходит. Но у многих уходит. То есть страшно было до начала. Конечно, вот хорошо-то, очень хорошо дальше продолжим в таком варианте, потому что есть еще такой один аспект. А что именно руководить человеком, который хочет быть успешным? Вначале ты сказал по поводу того, что хочется вот этого, вот то. Ты назвал такие материальные вещи, да, которые являются мотивацией. То есть мне хочется что-то купить подороже, значит мне надо заработать, чтобы побольше и не пить. Побольше, чтобы есть подороже, да. И вот как бы вот это вот такая мотивация, которая, ну, очень хорошо работает, наверное, больше, когда есть какая-то конкуренция. Тогда мне хочется купить, допустим, что-то. Вот кто-то что-то купил, я вижу, да, мне хочется купить еще что-то лучше, еще как-то вот, ну, чтобы было интересней. Как бы быть лучше других. Да, чтобы, ну, даже и не обязательно только быть лучше, но как бы вот понимать, что я же хорошо вот как бы работаю, зарабатываю, я могу себе это позволить. То есть мне даже не столько вот надо, чтобы это кому-то показать, возможно, бывает и так. Как лично самому себе сказать, что я же могу, я же вот как бы для себя могу вот посмотреть и сказать, ну, ты же молодец, ты же умничка просто. Смотри, у других-то вот как бы не так все красиво, у тебя вообще-то все так шикарно получается. Но с другой стороны, такая мотивация, она как бы без особой конкуренции может и не сработать. Ну, хорошо, ну, купили там соседи машину, а соседи снизу купили новую квартиру. Ну, допустим, ну и что? Ну, неизвестно, каким там, хоть умные деньги пришли, конечно, насколько честно. Я вот человек честный, и я как бы и без этого обойдусь, но зато прожилу честно. Есть такой? Пусть же немногих людей такое есть. Ну, это когда уже у человека есть обленная бояльник денег. Ему, допустим, говорят, что вот смотри, давай ты там сделаешь вот то, вот то, вот то, и у тебя как бы будет вот это. И появляется тот же страх, что мне за это придется отвечать. А вот неизвестно мне еще там, что там дадут в конце, что я там получу. А отвечать-то уже придется. Ошибаться-то я уже могу. Проблемы-то уже могут начинаться. Там в конце как бы еще неизвестно что. Не факт. Не факт. То есть вот такая мотивация, она очень такая себе хитрая мотивация. Ну и, скажем так, она еще очень ресурсная. Она забирает много сил. Потому что когда, к примеру, к примеру, кто что-то сделал, и ты не получил ожидаемого результата, то у тебя такая гамма эмоций. По отношению к себе, по отношению ко всем, с кем это связано. По отношению вообще к тем, чем ты занимаешься, насколько оно тебе надо, и тем ли ты вообще занимаешься. Да, обычно желание бросить, если не получилось. И бросить, и как бы, да, и людей, которые там с тобой сотрудничали, куда-то подальше отправить, да, потому что они себя не оправдали, не реализовали. Ну, такой набор изумительный может быть, просто вот стал. Прям катастрофа такая внутренняя. Да, именно. Это и стресс, и катастрофа, и какой-то временный отказ от всего абсолютно, и от себя, и от жизни, и от работы, и от удовольствия. Короче, и наказать себя надо, и казнить себя надо, и все, и обвинить. Сам себе и прокурор, и судья только адвоката не дают. Не дают. Да, очень, очень такая жуткая ситуация. И это именно когда будет мотивация материальная. Ну, хорошо. А вот те люди, которые не боятся. Которые вышли на сцену и не боятся. Столько вот обсудили разных, как бы, таких минусовых моментов негативных, да? А в чем может быть, да, действительно позитивный момент? Как это может быть в хорошем варианте, как говоришь? То есть выйти и не бояться. То как это можно? Как это можно? Это когда человек, когда он что-либо делает, или он выходит на сцену спеть, или он нарисовал картину и повесил где-то так, чтобы ее могли увидеть, или выставку сделал. Или это человек дом построил для кого-то, или еще что-либо сделал. Когда ты делаешь не для того, чтобы это как-либо оценили, или приняли, или не приняли. Много гений, они как бы и остались где-то непринятыми. И непонятыми. И непонятыми. И то, что они изобретали в то время, и сейчас не все еще понимают. Но они это делали, как раз исходя из совершенно другой мотивации. То есть у них было желание что-то изменить вокруг себя, что-то принести в мир то, что, скажем так, исходило от них самих, двигалось через них, можно сказать. То есть это какая-то информация, какие-то идеи, которые они трансформировали в какие-то действия. Как это выразили для людей? Тогда даже особо мысли такие в голову не приходят о том, надо это кому-то, не надо, будут принимать, стоит ли делать, сколько это будет стоить, как это будет все происходить. То есть это уже вопросы переводятся, они есть, но они переводятся туда, где им надо быть. То есть эти вопросы не на уровне идей, а уже на уровне, скажем, мозга, это варианты реализации этих процессов. То есть если я этот процесс как бы уже запускаю в какое-то производство, скажем так, да, то я должен, например, на ту же картину посчитать, сколько мне там надо краски, там вот это полотно и так далее, и так далее. И если я буду продавать, то чтобы я знал, что, скажем так, какую цену я на нее хочу как минимум поставить, для того, чтобы я знаю, что я могу тогда рисовать следующее, например. И тогда эти вопросы, они на месте. А если они ставятся к самой идее, то тогда как бы и реализовать ничего не получится. Тогда вот это вот каждый вопрос, он вызывает состояние страха, паники. И тогда вот этот идет в свою программу. То есть по большому счету, если мы видим идею, ее реализовываем, несмотря ни на принятие другими, несмотря на одобрение близких. Но мы же, надо помнить о том, что мы это живем для себя. Да, вот, и несмотря на то, сколько мы за это получим и так дальше, тогда у нас просто самое важное, это идея ее реализации, а все остальное становится второстепенным. Тогда это происходит легко и без особых волнений. Я хочу еще такой интересный момент напомнить, что еще желательно, чтобы эти идеи сочетались с твоими желаниями. Ну да, то есть это как бы, как сказать, чтобы духовное сочеталось с материальным. То есть то, что мы хотим и то, что мы представляем людьми. Да, потому что если я хочу, но я хочу это, я думаю, это будет полезно всем. Это будет очень полезно людям. Это будет очень для них хорошо. Если я вот это сделаю, это очень много даст. Но я постоянно думаю о тех, которые там, я туда буду давать. Но если я не буду начинать с себя, что если я нарисую эту картину, это я буду счастлива от того, что я ее нарисовала, то тогда у меня всегда будет вопрос к тем другим, нравится ли им, подходит ли им, сколько они готовы за это заплатить, чтобы я могла жить дальше. А если я ставлю этот вопрос первую очередь к себе, что я получаю от того, что я это делаю, и хочу ли я этого для себя, и нравится ли мне это для себя, то тогда все становится нормально. То есть просто нужно начинать с себя, с принятия себя и того, что ты делаешь. А тогда уже этот вопрос принятия других может вообще не стоять. Нам ему не стоять. У него просто нет места здесь. Да. То есть это, я же говорю, переводится только в разряд технических вопросов, как это дать так, чтобы другим хотелось это принять. То есть просто какой-то посмотреть, возможно, спрос, чтобы понять, какие свои населения это интересуют, чтобы понять, может, в какой стране это будет интересно. Каким образом это подать. Да, каким образом это подать и в какой среде. Но тоже чисто технический вопрос. Да, это технический, он в себе тогда находится на своем месте. Большое спасибо. Я думаю, сегодня не так много вопросов разложили, прикоснулись, как-то осветили. Я думаю, что если вопросы по этой теме будут, то всегда можно написать, позвонить, сказать, задать. И тему всегда можно продолжить и в разных направлениях раскрывать дальше. Спасибо. Всего хорошего. Пишите.